Минута. Мы все трупы. Екатеринбург. Эвакуационный выход из торгового центра открывается, когда уже спасать некого. Единственный путь с детской площадки через маленькую калитку. Алимент декора в экстренной ситуации помешает спасению. Молодые люди, пожалуйста, на пустыре. Пожалуйста. Учебная эвакуация в Краснодаре. И то же самое. Это эвакуационный выход. Он должен быть открыт. А мы с вами сейчас, сомнение, что будет такая проверка, сейчас ждали, пока кто-то что-то разблокируется. Из этого ростовского центра и вовсе не выйти. Двери остаются закрытыми на магнитные замки. Безболезный человек может выйти из этого помещения? Если нет сработки пожарной сигнализации, конечно, он не выйдет. В Биробиджане во время проверки торгового центра отключился свет. Датчики дыма бесполезны. Надежда на персонал. Как позвонить в пожарную охрану, знаете? Да, 0-3. 0-3? Скорая же. Работники будто не понимают, для чего на табличках зеленые фигурки и красные наклейки на стене. Не знают, где находится схема эвакуации. Иногда ее вообще нет. Вы знаете, где план эвакуации? Нет, нет. Не видели? Вообще не видели? Вообще не знаю. Пришли с тюрьмя детьми. А если и есть, то тут еще надо поплутать, чтобы дойти до дверей. Благовещенский центр. Детская зона на втором этаже. Спасаться нужно через лабиринты игровых столов и полутемных коридоров. Так, где мы? Я не знаю. Я даже не представляю, куда здесь лежать. Москва. Коридоры ТРЦ, ведущие к выходу, завалены. Вдоль единственного пути к спасению – служебные помещения. Стены обшиты фанерой, которая сгорится буквально за секунды. Но здесь, к тому же, еще и хранится, наверное, несколько тысяч рулонов туалетной бумаги. Одна и та же картина. Деревянные стены, вытяжки толком не сделаны. Или вот как в Ростове. Сигнализация сработала, а ржавый люк дымоотвода так и не открылся. И менее важно, как эти строения вообще становятся торговыми центрами. Строить их дорого, проще купить. Например, неприспособленный под торговлю цех обанкротившегося завода. Делают ремонт, сдают в аренду. И так по всей стране. Бизнесмены пеняют на то, что теперь не пройти внутрь к своим магазинам. Скажите, а вы как бизнесмен, вы обращаете внимание на... Выясните, пожалуйста. Клиенты готовы потерпеть неудобства ради безопасности. Ты идешь и отсюда выходишь, как из бани. И дышать здесь совершенно нечем. Это говорит о том, что здесь нет кондиционеров. И окна, вот они же все закрыты. Естественно, тут не вентиляции, ничего нет. Все арендаторы давным-давно уже где-то там с границы живут, как вот в Кемерово. А здесь чего? Деньги собираем. Проверки центров и в Сочи. Вот сюда упираются люди. Никого мы ждем. И выходит. Ничего, просто выходит. Куда выходит, она закрыта обычно. Здесь особое внимание уделили детским зонам. По предварительной версии, именно в таком сухом бассейне, в Зимней Вишне, и начался пожар. В Сочинском центре, рядом с Паралоновой ямой, есть огнетушители. Правда, 2010 года, с истекшим сроком годности. Действия 5 лет. Сейчас 18-го. И получается, что вроде просчитаны нормативы, разработаны схемы, написаны законы. Кажется, осталось только уже, наконец, начать исполнять простые, но жизненно важные правила.